Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть в Ark Survival Wolf и продолжаем выживать на карте Ragnarok с модификацией Immersive Taming, то есть захватывающие приручения. И я думаю, настало время нам с вами отправиться за виверной. Давайте быстренько заглянем в журнал приручений. Immersive Taming это такая специальная модификация, которая изменяет систему приручений животных. Здесь используются приманки, это для тех, кто смотрит это видео впервые. Очень советую посмотреть этот сезон с самого начала. Итак, собственно говоря, у нас есть с вами журнал приручений, в котором описано, что для кого нужно. И у нас все виверночки находятся внизу. Давайте заглянем. Что нам для этого нужно? Нам нужно вызвать ее на бой, и нам понадобится приманка из лапы Терекса. Давайте-ка скрестим аргентависов и получим себе хорошего птенца. Ну-ка, поведение, секундочку, включить блуждание. Так же так, поведение, включить блуждание. И стоим их, быстренько отсвистываем, чтобы они у нас не разбредались. Так, отлично, 98%, 9%. Есть контакт. Все, тебя за мной, тебя за мной, все. Никуда не идем. Поведение, отключить блуждание. Тут то же самое, поведение, отключить блуждание. Слишком холодно. Да ладно, ты шутишь, что ли? То слишком жарко, то слишком холодно. Вот, пошла инкубация, все замечательно. Что там так ко мне топает такое? Бронтозавр где-то в темноте? Эх, немножко я упустил время. Желательно, сейчас у нас что получается? Секундочку. Сейчас у нас получается с вами уже 12.30, да? То есть нужно было бы пораньше, конечно, инкубировать. О, слишком жарко стало. Нужно было бы пораньше инкубировать, и было бы получше. Слишком жарко. Че, издеваешься? Инкубация пошла. Бронта, ты че тут забыл? Иди отсюда. Здесь тебе не рады. Бронта, камон. Средь 20 уровня самочка. Ну, камон, Бронта, ну ты чего? О, подожди, да, и вот хорош топать здесь, и вообще вот иди вот туда, ешь, ешь ягоды. Ешь овощи, не надо ко мне приставать. Ну вот, блин, пока кормил этого Бронтозавра, чертова, отвлекся от Аркентависов, давай. А у нас с вами тут сразу два малыша. Секунду. Это хорошо. Принять. Секунду, секунду, где второй? А у нас сразу двойня. Вот это замечательно. Заклеймить. Заклеймить, отлично. Никак называть тебя не будем. Ты у нас самец, а ты ее не посмотрел. Ты тоже самец. Через 8 минут нужно будет уделить внимание. Хорошо. Надеюсь, кого-то из них нужно будет просто погладить. Бронтозавр приручился, потому что... А, где-то приманка просто валялась, и он просто съел. Это самочка, и пускай стоит здесь спокойно. Красный луч. Ну-ка, секундочку. Детеныши. Че там происходит? Стега приручается. Это мне не нужно, иди отсюда. Так, детеныши, стоять всем. Теперь поведение, отключить блуждание. Стоите здесь, никуда не ходите. Поведение, отключить блуждание. Мне нужно сейчас быстренько сгонять и посмотреть, что там в луче. Ну-ка. О, неплохо так. Синенькая. Ну, конечно, не супер-пуперская броня 80, а здесь броня 114. Ладно, сойдет. Сойдет. Могло бы быть и получше, конечно. А, трек, уйди, пожалуйста. А, вот там золотой луч. Ну, что ты будешь делать? Лучик. Стоп. Здесь что у нас хорошего? О, чертеж. Вот это уже получше. Чертеж, это хорошо. Давай. А, я же не могу летать, когда у меня факел в руке. Но, в принципе, как раз уже светает. Начинается рассвет. Ладно, полетели проверять, что у нас там у аргентайвисов. Я думаю, что вот-вот там уже нужно будет уделять внимание. И надеюсь, что хоть кому-то из них нужно будет просто там погладить, погулять. И не нужно будет никаких там варить киблов тогда. Нет, там еще 4 минуты. Самка, похеринозавра. Ну, на, держи. Ага, конечно. Конечно, приручаешься, я знаю. Хорошо приручается. По 34% пока что погладить нельзя. Нужно немножечко еще подождать. Ладно, хорошо. Заодно еще самочку похеринозавра приручим. Потому что, в принципе, у нас их не... Мне кажется, вообще у меня еще ни одного похеринозавра здесь не было. Давай далеко только вот ходить не будешь, ладно? Далеко уходить никуда не нужно. Потому что мне нужно быть рядом с аргентайвисами. Не прозевать тот момент, когда им нужно уделить внимание. 91. Давайте я сейчас еще разик приласкаю. И ты приручишься. Договорились? Без всяких там выкрутас. Камон. А может быть даже... Ну-ка, приласкать. Все, отлично. Есть, появляется еще и похеринозавр. Давай, иди сюда. Нам нужно, чтобы ты получала бонус от аверапторов. Опа. Здесь у нас спинозаврики снеслись немножечко. Нормально. Если не ошибаюсь, первое яйцо в коллекции. Получаешь? Да, получается. Все хорошо. Теперь можешь стоять. Стоять всем. Все, пошли обратно к аргентам. Я так понимаю, что там осталось всего лишь пару минуточек. Ну да, минуты 50. Осталось подождать совсем чуть-чуть. Ну же, не подведи. Пожалуйста, не подкачай. Есть, отлично. Привязанность 100%. Яйцо прозавролов. Я за такое время не сварю тебе, наверное. Корм из яйца прозавролов. Ладно, сейчас секундочку. Попытаюсь это сделать. Попытаюсь реализовать. Секунду. Яйцо-то у нас с вами есть. Да вон у нас с вами вот само... Да тихо ты! Отстань! Отстань, не приставай. Секундочку. Так, нам нужно... Так, мне нужно межабери. Межабери, срочно. Спасибо. Глядишь, может быть получится. Нам с вами нужно жареное мясо. У нас кажется, оно есть вот здесь. Вот, да, есть кусочек замечательного жареного мяса. Нам с вами нужна кукуруза. С этим тоже, в принципе, никаких проблем нет. Кстати, вот даже вот здесь, возможно, кукуруза завалялась. Да, и я как раз одна кукурузина. Замечательно. Волокно у нас есть, межабери есть. Топлива у нас есть, воды нет. Сейчас воду наберем. Так, секундочку. Это, это, это. Волокно здесь лежит, и нужна вода. Ну же, давай варись. Отлично, все, потушить огонь. Погнали обратно. Должны успевать, должны. Юный Аргентавис. Так, секундочку, сейчас дам. Яйцо. Держи, кушай. Привязано 100%. 93% взросления. Все, отлично. Все, успели, все хорошо. И у нас с вами получается два очень мощных Аргентависа. Не следовать. У нас с вами, секундочку, да, тоже поведение приказать следовать. Нужно тебя вытащить из текстуры. Мне просто не нравится, когда вы там стоите. Давай-ка мы вас быстренько так же подлечим. Потому что со здоровьем я знаю, что у вас, о, 9800. И здесь 9800. Неплохо. Скорость передвижения 100%. А, господи. Ну, у вас же не влияет на вас скорость передвижения. Блин. Это досадно. Кстати, классно, что седло Аргентов теперь работает как верстак. Нам нужно с вами загрызть сейчас несколько динозавров, чтобы хотя бы чуть-чуть раскачаться и раскачать урон в ближнем бою. Потому что все-таки виверны, я думаю, будут приручаться настолько же противно, как и гигантозавры. Не факт, конечно. Но нужно сейчас проверить это дело. В принципе, вот как раз на Аргенте самый хороший вариант это залететь вот туда вот в замок и там немножко покрошить все, что там есть живое. Мы уже с тобой, по идее, должны неплохой урон всекать. 1478%. Полетели, посмотрим, кто у нас там есть. И по-быстренькому всех спилим. Ну вот, я же сказал, что сейчас здесь огромное количество всяких гадов будет. Просто бешеное. Да давай просто приземлимся, все будет хорошо. Ничего они с нами не сделают. Темно, правда. Хоть глаз выкли, ничего не вижу. Во, вот так вот получше. До свидания. Помимо всего прочего, сейчас кучу кожи и хитину получим. О, некий, привет, привет, привет. Прям-то отлично. Вот это хорошо. Так, сколько уровней? 29. Держи тебе здоровье. Сразу до 30-ки где-то примерно раскачаем. Держи хилку, лечись. Дальше давай урон в ближнем бою. Я думаю, что нам нет никакого смысла вот сейчас в этом выживании воровать яйца, верно выращивать их, когда у нас с вами есть приманки. Потому что мы с вами уже воровали яйца огромное количество раз. И сейчас этим заниматься никакого смысла я не вижу. А у нас... А у нас уже вон первые клиенты. Ого! Да ты шутишь? Это прям топовое. 170-е. Вот там есть яйцо. Но яйцо-то нам не нужно. Нам нужна она, 170-е грозовая самочка. Я хочу эту самочку. Нам нужно ее обязательно сейчас с вами вытаскивать оттуда. Секунду. Секунду. Вот там кто? Да ладно тебе! Камон! 185-я грозовая. Вау! Вот это то, что нужно. Единственный момент. Нам нужно обязательно сейчас с вами что-то придумать, как мы будем ее... Подманивать. В смысле. Ну, как сказать, подманивать-то ясно, как мы ее будем. Мы выстреливаем с вами лапой тираннозавра. Но нам нужно, чтобы она абсолютно точно... А стрелять-то мы не можем с Аргента, да? Да, с Аргентом мы стрелять не можем. И что мы будем делать? Тихо. Она сагрилась. Да подожди ты! Да подожди, 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 подожди. Подожди, 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 подожди. Секунду. Не то. Не то. Лапа вот сюда пошла. А если я вот просто, смотри, вот так вот на землю, смотри, и скину вот здесь ее. Она сагрится вот так вот? Есть! Отлично! Вот так вот можно ее приручить. А теперь давай доказывать в битве, что мы... О, там Кецель, прикольно. Я еще хотел протестировать на Кецель эту фишечку. Давай попытаемся доказать, что мы достойны. Вот это да. Давай-ка ее оттащим в стороночку, чтобы сейчас другие не прилетели. А то сейчас еще Ядовитая прилетит. И будет совсем хорошо. И у нас все-таки набирается оглушение у Аргента. Нужно это не забывать. Оглушение это очень серьезная вещь. И Кецель летает. Кецель это просто замечательно. Потому что я хотел как раз пару выпусков назад на Кецеле одну фишку протестировать. Но у меня не получилось, потому что не было под рукой Кецеля. Все, отлично. А теперь она будет есть приманки. Приманки она будет есть. Ага, а как мы их будем ей кормить? Расскажи мне, пожалуйста, вот как мы их будем кормить? Ну если только так с руки. Только вот эти приманки я хотел использовать на одном Кецеле 25-й. Но это я просто хотел протестировать. А куда она делась? А, вон она сидит. А, то есть прям так все? То есть так все легко? Ну так это же замечательно. Ты скажешь... Да, нет, пожалуйста, приземляй... Нет уж, пожалуйста, приземляйтесь. Она за Кецелем полетела. Ну не бей моего Кецель, это мой Кецель. Не бей моего Кецеля, камон. Не, все, хана Кецелем. Я хотел, чтобы она... Ммм. Лети ко мне сюда. Смотри, здесь приманка лежит. Где-то, где-то тут лежит. Да ладно, камон, лети сюда. Не надо Кецель бить. Ой. Кецель сюда сам прилетел. Эй, Виверна! И вы что нам с ней теперь делать? И чего нам с ней теперь делать? Может ты отстанешь от него, а? Камон, вон там приманка. Смотри, рядышком с тобой. Приманки гораздо вкуснее, чем Кецель. Но вот нам повезло называть. Подожди, вот это вообще можно подобрать, кстати. Чего раскидываться-то? У нас их мало. Обломала мне попытку приручить... Да не надо, ты тоже тут взлетаешь. Стоямба. Эти подобрать нельзя, потому что они на стреле. Их можно только разрушить. Где у нас наша Виверна? Ну вот, замешкался я немножечко. Вот наша Виверна, все хорошо. Лети сюда. Смотри, здесь как раз приманки. Где она? Вон. Как вариант. А если мы сделаем вот так? Вот кинем приманку. Она приземляется, что ли? Она приземляется за приманкой сама. Слушайте, как разработчик скоробей. Ты меня напугал, честно говоря. Как разработчик это классно все сделал. Пошли погладим. Пошли погладим. Немножечко продвинем все это дело вперед. Отлично. 185-й самец. Обалдеть. Ну это реально прям топовый. Тихо. 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 Ты что творишь? Может остановишься? Я... 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 Нет, не надо. Не надо. Стой. Нужно спрыгнуть, когда мы на земле. Все, отлично. Черт. Живем. Все путем. Все путем. Здесь еще одна приманка. Давай-ка вот сюда выкинем. Смотри, здесь еще приманка. Ну ты... Она в принципе помнит, где приманки лежали. Она должна вернуться. Она по-любому должна вернуться. Вон летит. Давай сюда. Смотри, вот приманка. Стой. Да уж. И это не так просто, как мне казалось на самом деле. Давайте еще приласкаем 56%. И вот сюда приманка, чтобы ты запомнила, что она здесь лежит. А Кецель это сгрызла, да? А Кецель это сгрыз, да? Признавайся. Сгрыз его, да? Эх ты. Ага. Куда полетел? Стой уже. Че там происходит? Кстати. Титнабу. Она же тоже у нас приручается, по идее. На. Но только она приручается не сагреной. Это сагреная. Но это беда прям. Аргент. Оп. Да я не хотел же тебя трогать-то. Ну честно. Ну вернись, я все прощу. Я случайно ударил Виверну. Она теперь считает себя преданной, все дела. Приземлись давай, камон. Ну есть вариант забраться туда на камень и попытаться спрыгнуть ему на спину. Получится, нет? Ой, чревато все это. Давай. Поздно. Все. Больше так... Больше такого не делаем. Пускай сам успокаивается. Больше спрыгивать не будем. Отлично. 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 Все. И у нас с вами получается Виверна. 277 уровня. Просто шикарнейший. Слушай. 12 тысяч здоровья. 441 урон в ближнем бою. Скорость передвижения 100. Выносливость, конечно, не очень. 800. Но, кстати, все равно неплохо так. Аргент за мной одному. Мы будем лететь без шифтов. А, кстати, секундочку. Я могу подобрать вот эту приманку. Мы будем лететь без шифтов, естественно, чтобы он за нами успевал. Но, конечно, есть шанс, что он все равно не успеет. Потому что все-таки Аргенты очень медленные, а Виверны очень быстрые. Нам нужно сейчас просто его... А вообще, стой здесь. Стоять всем. Ты пока здесь постой. Я кружочек сделаю, покатаюсь, хотя покачаю немножко. Есть вариант слетать, посмотреть, нет ли гигантозавра. А еще есть второй вариант. Посмотреть, нет ли здесь Альфача. Главное, на ядовитых не нарваться. Все остальное ерунда. На нас согрелись. Да ладно тебе прям. Слушай, ну у нас Виверна очень хороша. Стоп. Урон 352. Нормуль. Раньше Виверны были быстрее. Раньше Вивернами можно было сжечь без конца при помощи выдохов. Потому что у них было море выносливости. И выдохи не так сильно все это дело тратили. То есть можно было Альфачей очень-очень легко и спокойно забивать. Давайте где-нибудь присядем здесь на мосточке. Она будет кругами летать. Яйца мы подбирать не будем, потому что яйца здесь лежат очень давно. Но и как только мы их с вами будем подбирать, они тут же будут исчезать, скорее всего. И яйца нам абсолютно не нужны. Отлично. Забиваем с вами первую Виверну. И блин, господи, это просто суперский. Сколько опыта. Я прям даже не знаю, что тебе прокачать. Ну, в принципе, можно хотя бы до 25 тысяч вкачать тебе здоровье. Безусловно, нужно качать выносливость. Потому что выносливость у вас теперь просто тратительная. 1452, это нормально. Держи тебе хилку. А потом будем качать только урон. Так, давайте-ка прилетимся, посмотрим, нет ли здесь... Кто? Обычная огненная. Это неинтересно. А вот это интересно. Летим! Вот это плохо. Там еще и ядовитая. Мне нужно, чтобы она плюнула. Ну, как бы проследить, куда она плюнет, чтобы потом можно было грызть. Давай, крутимся, крутимся. Мимо. Хорош. Стоим, ба. Урон пока что маленький. Нужно будет еще качнуть. Какая-то ядовитая виверна странная. Очень абсолютно не хочет плеваться ядом. Давайте-ка просто их утащим в сторонку. Потому что не хочу я с ними сражаться. А именно с ядовитой. Есть очень хороший шанс, что мы сейчас с вами здесь отъедем. А наша виверна просто приземлится в лаву. И тогда хана ей. Давай прилетим через вулкан. Я обычно всегда так делаю. Посмотрим, альфача здесь нету. Разработчики все-таки с какой-то стороны гады. Потому что они в самом начале сделали просто восхитительных виверн. То есть, ну, они были очень сильными. Очень вкусными. Прям переносили большие грузы. Дальше у них было очень много выносливости. Очень классные выдохи. И вот именно самый смак был на них воевать с другими вивернами. Но потом их очень серьезно порезали. Как и всех остальных летунов. И я понимаю, для чего это было сделано. Потому что большинство игроков перестали пользоваться вообще другими животными. Они просто приручали себе там птеров, раскачивали их в скорость, дичайше там в урон очень быстро. Аргентависов точно так же. И, естественно, приручали себе виверн. И из-за этого практически все перестали пользоваться наземными животными. И это действительно очень плохо. Просто потому что наземные животные, они действительно очень классные. На них действительно очень интересно перемещаться по некоторым картам. Например, вот таким картам, как Рагнарёк. Ну, а на этом этот выпуск давайте завершать. Я надеюсь, что он вам понравился. Сегодня довольно-таки много всего сделали. Вырастили с вами аргентависов. Просто приручили там похеренозаврика попутно, да. И, естественно, приручили вот эту грозовую виверну. Получился он довольно-таки такой страшненький, но при этом милый и сиреневый. А на этом все. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новые выпуски по этой игре и даже другим играм. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры подогнал «Симон»!